Есть люди, которые любят обои, есть люди, которые любят покрас. И надо разобраться, в чем разница между покраской помещения и обоями. Самое важное, это в любом материале, ремонтопригодность. Давай четко как-то поставим линию, разберемся. Это долго, дорого и охеренно. Это как суслик, ты его не видишь, но он есть. Так и здесь, трещина есть, но ты ее не видишь. Это уже традиционно немецкое получается. Квадратиш, рактиш, жгут. По-моему, вы слишком много болтаете. Итак, мы находимся в помещении в спальне. И помещение в спальне, оно необычное. В следующем видеоролике мы сделаем, наверное, начнем серию мастер-классов. Потому что для мастер-классов надо вдохновление у нашего дизайнера. Увы, его пока нет. Я думаю, на следующую неделю вдохновление его посетит. Сейчас у нас такая ситуация, когда здесь надо почистить, подфигачить все, чтобы было все чистенько. И видеоролик будет о чем? Дело в том, что я частый гость строительных форумов. И та тема форумов, которая вчера была поднята на латышском строительном форуме, она подала мне идею. Идея, она поговорит в принципе, чем отделывать стены. Есть категория людей, которые категорически говорят, я хочу, чтобы стены были обоями. Я хочу хорошие немецкие обои, которые мне нравятся, и мы будем ими наделывать. Есть категория людей, которые говорят, обои, это бабушкин стиль, это уже все давно до старого, и я хочу покрасить стены. Причем я хочу покрасить стены в скандинавском стиле. Ну то есть белым закатателем, чуть-чуть движимым, серым, это прикольно. А любители обоев скажут, это больничка. Я не хочу жить в больничке. И вот на форуме образовалось две группировки людей, которые кричат, надо красить, но красить это качественной краской. Возьмите брюллис, офигенная краска, покрасили и забыли. Взял в случае чего, по-моему, никаких проблем нет. Кто-то говорит, что мне эта больничка просто достала. Понимаете, я в офисе сижу, в этих стенах, и я сижу в этих стенах в больничке, и прихожу домой, когда мне вообще отдыхать. И вот есть две группировки людей, и всегда между этой группировкой людей выходит на арену наш дизайнер Алексей. Который говорит, ребята, нравится обои, пускай у вас будут обои, нравится покраска, пускай будет покраска. Мы возьмем покраску и сделаем вам обои. Например, вот в этой комнате... Алексей, почему ты мастер-класс в этой комнате не захотел показывать? Леша, заходи в кадр и говори, здравствуй, мастер. Здравствуй, мастер. Всем привет. Да нет, ничего, потому что мы уже много снимали видео. Мы очень много снимали видео. Плейлистик мы приложим, есть 44 варианта декоративной отделки. Это Алексей Пиннин, да? 44, дело не в этом. То есть мы очень много рассказывали и показывали, как это делать. Поэтому уже говорить на эту тему уже надоело. Если говорить, почему здесь так, ну, во-первых, начну с того, что действительно заказчик как раз занимает третью позицию из этих двух группировок, которые говорят, я хочу, чтобы у меня были крашены. Я не люблю обои, категорично, категорично, совсем. Но я не хочу, чтобы они были белые. И она занимается альтернативным решением. И альтернативным решением на сегодняшний день это, конечно, естественно, декоративные отделки. Мы делали разного рода версии. Здесь, в данном конкретном случае, она выглядит линейно лишь по одной простой причине. Потому что у нас есть радиус. И нанести шпателем просто физически какие-то делать некоративные поперечные очень-очень сложно. Конечно, я в интернете упомянул, что если ты тащишь так шпателем, она как-то расширяется. Понимаешь? Есть. Шпателем она так и наносится. То есть, ты наносишь ее нелинейно, потому что поперечные не поставишь. Райкл. Поэтому она наносится в разные свои. Ну, опять же, название можно придумать как угодно. Можно придумать название. И суть в этом. Есть в одну сторону ворс, есть в другую сторону ворс. Поэтому получается вот такая, скажем, забавная техника. И выглядит там... Почему эту забавную технику не перенести на этот вариант отделки? У тебя вот все было такое. У нас помещение 30 квадратных метров. Здесь даже 40 квадратных метров. Ну, и почему нельзя было эту технику продолжить? А вот как у тебя получается вертикально, как и резон? А объяснение тут следующее. У нас на сегодняшний день на стенах вот этот вот пудровый цвет. И цветовое решение выбирал сам заказчик. Это уже отдельная тема. Сама ездила в салон, смотрела, выбирала, неважно. Здесь у нас кровать. Это сзади у кровати. И он должен, в принципе, выделяться. То есть здесь будут бра, прикрывают эти тумбочки стоять. Здесь будет эллипсная кровать заказная и так далее. Эллипсная кровать. Ну, неважно. И поэтому мы с заказчиком еще на моменте проектирования. Было заложено, что мы делаем именно поэтому этот радио. Здесь и был эллипс, и потому что будет эллипсная кровать. И, соответственно, поэтому задник захотелось что-то выделиться. Это первое, потому что у нас еще есть немаленький доминант, это камин. И, в принципе, был разговор, чтобы их связать как-то. Возможно, он будет отделываться приблизительно так же. Это у нас марканский шелк. А это наша восьмерка, ее называют иногда корейские березы. Почему-то... Корейские березы? Корейские березы очень похожи на ваш пол, корейские березы. Поэтому... Это кто это называет? Это Леша так называет? Нет, не Леша так называет. А на банке написано «корейские березы». А? На банке написано «корейские березы». Нет, на банке написано «анимамудий». Вот. Анимамудия – это один из вариантов оттенка. на вокалу это не могу взять у нас который то есть в этом помещении у нас не могу где и которые цветовая гамма подобрана без расчета что у нас венге окна и полы будут тоже венге то есть сейчас когда день грязновато и стремновато здесь в поле экстрик и конечно же показать весь кайф нет но поскольку у нас такие степенно вкладывающиеся видео есть хороший вариант стоит как было как есть и какими мыслями руководствовать но тема сегодняшний педерачи у нас о чем о том почему люди выбирают обои и почему краску что это за два таких клана и компромиссный вариант декоративка плюсы и минусы начнем с первого позиция выглядит таким образом что было понятно самый сложный момент я очень часто сталкиваюсь есть такой красивый названием зумные дисперсионные краски теперь ситуация их у нас в следующий день три вида это пва это латекс и акрил начнем с первого пва полимер винил ацетитарные красители так ну слабо сами понятны сахалки что они себя представляют то есть когда краска делается есть так называемая основа основа этого на сперсе потом в нее идет естественно наполнитель это мелцы и лозы многие другие факторы потом идет пигмент это в основном окис титана в некоторых случаях добавляется трихидрат алюминия для того чтобы краска была пожаростойкой дополнительно его в основном используют для использования скажем каменных масс и так далее потом идут естественно наполнители и еще разные прибавки то есть там чтобы не замерзало и так далее и так далее но и в принципе по основе они все одинаковые но использование у них всех разное первое пва боится влаги поэтому в основном эти красители используются для потолков хорошо выкладывается слоек прекрасно хорошо держит цветность то есть не выгорает ну и так далее есть два значит вернее следующим у нас идет латекс на и краски латекс это скажем так остатки производства каучуга используются в химии полный белья начинают по крышам кончая всем остальным контекерам даже пресервативы делаются тоже с латекса держат хорошо ладу поэтому именно латекс на краски используются во влажных помещениях то есть это сан комнаты кухни где можно мыть но они слабые первые они слабые цветности они слабо держат цветность выгорает и вообще категорично вообще категорично фасад то есть они на фасаде синий перед линии трескнутся шелушаться потому что пленка третья позиция у нас это что мы говорили это акрилы в акрилах есть своя то есть это в принципе сам универсальная версия то есть который используется во всех отношениях как на снаружи так и внутри возвращаясь первым вариант который я в общем-то часто использую мы прекрасно на месяц простой бы в тон благо боится его можно блин с водой используется не держит влага здесь его подчеркиваю есть ватом для 3 до 4 который держит влагу и на основе их тоже иногда делаю краску они настолько непомерно дорогие что это в принципе большинстве случаев отказывается теперь к чему разговор естественно когда вы выбираете покрас вам нужно четко понимать где в каком помещении и что для чего вам используется это краска это раз во вторых цветовое решение это два и третье хотите ли вы на них делать какой-то рисунок или не хотите почему обои выгодны во первых обои в принципе начали делать заменяя шелк в принципе потому что это очень дорогостоящая позиция и решение за сандалиевой стены до этого закрасилась между прочим или камнем оплату вместо шелка начали использовать бумагу цирриллозу и так далее и так далее естественно эволюция не стоит на месте и обои дошли до совершенства совершенно разные обои и стык нахлест и так далее и так далее рисунки тиснения разные фактуры опять же для чего нужно насчет обоев у них конечно кто-то сейчас мастеров скажет да надо хорошо их клеить качественно и тогда ничего с ними не будет у них есть побочный эффект основной в том что они иногда ходят швы и конечно расходятся иногда домиком зависимости от влажности помещений и так далее и так далее а в некоторых случаях они могут стоять десятилетий ничего не происходит производство самих обоев очень разнообразно да то есть опять же точно так же делается опять подбор то есть это виниловые обои опять мы вспоминаем да то есть и так далее и так далее вот весь вопрос сказать здесь это вопрос скорее всего вкусов я живу в психологии психологическое восприятие человека кого и теперь мы возвращаемся к тем самым третьим который не хотят ни то ни другое они прекрасно понимают что действительно ли которые говорят что жить в белом красном я не хочу нету домашнего уюта это довольно-таки сухо это довольно-таки так среди нас точно мы говорим извините даже бога при начать конечно есть муфты определенная стилистика там и так далее и так далее есть например хай-теки и так далее стилистики опять же покраска лучше всего но хочется уюта декоративная отделка в данном конкретном случае это та самая панацея это люди суббогим ушли нет нет ну в принципе отчасти это надоедает начнем с того что это надоедает это помимо всего с ремонтом сложности с покраской конечно есть краски где можно подмазать и не надо перекрашивать а если есть 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 уже есть дальше уже есть еще это очень практичный вариант мы с тобой уже сколько раз в той же самой германии почему заходишь в супер или там же монтекаро дешево пришли после здания помещения какие-то грехи появились а по-быстрому перекатали и убежали у немца него цифровое мышление дешево значит выбирают дорого не выбирают они как-то не заморачиваются именно с точки зрения практики и цены и так получается что надо же тогда задал вопрос дизайнеру и он мне так круто ответил что он прям вообще нифига не понятно моя идея я хочу понять что движет головами умами людей которые выбирают покраску почему покраска и что происходит с людьми которые выбирают обои почему обои и понятно что компромиссом между обои и покраски является декоративная отделка потому что это не покраска и это не обои это нечто средняя позиция и конечно же эти вопросы называть дизайнеру но похоже даже сам дизайнер плавает поэтому моими мозгами давайте лучше подытожу я чем пытать его и так мне кажется что если человек с низким уровнем дохода это моё субъективное мнение если человек ментально находится в технологической стране ну например такие как германия голландия они скорее всего по образу мышления и технологии квадратишь правтишь будут вот прям прямые линейные они скорее всего выбирают покрас потому что такое состояние ума такое состояние человека и люди больше к этому расположены если люди больше творческий и меньше технологичный я отношу к этому россию потому что мне кажется что это россия все-таки страна рабочих и крестьян португалия например например испания то есть где у людей нет высокоточных высокоэффективных производств таких как в японии таких как в германии эти люди больше творческий и менее технологически по странам а в конкретно каждой персоны если человек по своей натуре больше математичен технологичен он выбирает покраску если человек более творческая натура а более колхозный а более простой он выбирает а обои и есть люди которые например две семьи соединились два типа человека и не колебаются жена вроде хочет покраска муж хочет вроде бы обои так часто бывает почему в природе сходится в минус и плюс они замкнулись и как правило они для себя делают ремонт и соответственно они колебаются и тут приходит дизайнер и когда он видит эти колебания потому что здесь нужно выбирать между кожаным диваном и там деревянной кушеткой нужно нужно бокал пива а жене нужна хорошая стиральная машина но они как бы разные и дизайнер компромисс всегда подливает масло в огонь и каплю сомнения почему не сделал декоратив мне кажется это происходит так если вашей семье между вами вклинивается дизайнер у вас появится такая декоративная отделка почему потому что я немножко руководитель проектов и когда слушают меня то я стараюсь угодить клиенту то есть клиент всегда прав клиенту нельзя говорить нет он платит за свои услуги должен получить кайф как только появляется дизайнер все вдруг меняется и происходит так происходит и конечно же с дизайнером происходит следующее это более творческий более чувственный более эксклюзивный интерьер но грубо говоря дороже но разница между дороже и дешевле она такая тоже размытая потому что чем отличается дорого а дешево это всего-навсего 20 процентов от бюджета то есть вот эти несчастные 20 процентов вы закипываете у вас богатый интерьер убираете он дешевый в эксплуатации эта сумма так размывается условно говоря если мы тысячу здесь и сейчас окей а тысячи в течение 15 годового ремонта но она размывается и ничего практически не остается вот интерьер с декоративной отделкой они могут стоять по 15-25 лет это практика очень часто боятся люди что не заплатили за эти деньги и вдруг они поцарапали то вот я вам скажу что да есть краски которые когда красишь можно подкрасить это вроде будет незаметно здесь страшная вещь это незаметно в момент ремонта а когда интерьер постоял года 2 3 4 5 он ультрафиолетом поджигается немножко ультрафиолет если в бой комнате даже закрытых занавесками открытого всегда попадается и тогда уже подремонтировать это невозможно если на ваши обои где-то кто-то царапнул или ребенок карандашом нарисовал круто ты вот снять один лист и приклеить этот один лист невозможно это вам скажет любая девочки вам придется приклеивать всю комнату а что делать с этим дорогим вариантом но относительно дорогие варианты можно ли ему также ремонтировать вот если можно то мне кажется это самый идеальный вариант отделки и как говорит мой тесть самый дешевый материал это мрамор за 200 евро в квадрат почему потому что сикстинской капелле он лежит уже 400 лет и вот если эти 200 евро несчастных разбить на 400 лет это и выходит самый дешевый материал ну и как говорит моя мама мы не слишком уж богатые чтобы покупать дешевые вещи и теперь единственное надо проверить мою теорию ремонтали пригодный этот материал нет ли так что купив потом через года два или три какую-то баночку и подмазав мы не получаем этой фишки и вот тогда моя версия распадается вот тот вопрос который конкретно хочу задать дизайнер потому что я так понимаю что у третьего человека на третье мнение у четвертого человека у четвертого пятого пятого и мы тут истин не найдем вот те главные цели и задачи которые поставили теперь надо звать алексея как раз именно но там самом месте чтобы уже не быть голосовым голосовым я тебе объясню почему потому что ты всегда называешь его ремонтно пригодным да вот в данном случае мы делаем вот такую вот фигню а если мы царапнем для этого случая сейчас я тебе покажу что про это искали да давай что надо взять наждачечку мы берем наждачечку делай чик что за прикол ну вот мы сейчас в данном случае ты видишь вот ну ты стер полотно и да я стер полотно потому что ну в данном случае если ну это подожди это царапнули механизм можно и даже если мы потом его шкуруем и зашкурим без разницы я сейчас показал момент то что мы зашкурили его да ну да да ну да царапнули или зашкурили сороковкой это я соглашусь то же самое хорошо ну у тебя наждачка был сороковку что ты понимал я понимаю ты снимай его не менять его что ты сейчас натворил ты взял сейчас венецианский шпатель достал 3 грамма кадора это не которая это у нас и вот когда она сейчас подсохнет цветность уйдет будет практически соглашусь но теперь смотри а здесь есть рука мастера а если мастер допустим уехал умер но я думаю уже раз подобного рода версии да даже если ты крупно намажешь я думаю вот в таком рисунке блин с таким с такой техникой справиться я думаю то есть это любой заказчик в перспективе может взять грубо говоря венецианский шпатель даже если мастера нету взять маленькую способку пробник обычно в большинстве случаев мы делаем очень упрощенную задачу мы составляем коробочку для наших заказчиков 10 лет высохнет а мы же мы закрываем коробочку на ней написаны на всякий случай вот для особо одаренных его купить и так далее то есть ты походу и спустя 10 лет можно взять это же самое исключение конечно есть когда делаются цвета ну идеально то есть по заказчика и нельзя галеровать сам мастер делать тогда сложности есть а если есть код то в принципе блин в дальнейшем это все уходит то есть смотри какая компания допустим ойкос или санмарка они как долго они на них живут уже сколько лет ну санмарка уже почти под стольник блин так что так серьезно то есть я могу выйти санмарка спустя 15 лет и сказать лучше мне как раз тот самый случай когда мы говорили ремонтоприводный вот та самая стенка которая потом в принципе часто чего просохнет если даже одного раза мало можно второй раз пройти если все равно ты в этом отношении на этом нет не найдешь в принципе эффект камуфляжа то есть он сам по себе насколько закамуфлирован потому что за счет содержания перламутров ворс идет в разные стороны и поэтому между прочим эту часть точно так же можно сделать то же самое с ней будет то есть точно так же просто соблюдать технику смотри еще мне вопрос который я мне нет где-то когда я провожу рукой это как кожу младенца что дает за счет чего то есть покраски но это вы шлифовываем 400 прекрасен и мы не включаем этот кайф нет что ты наносишь его шпателями то есть максимально то есть там стоят хорошие мельницы которые разбивают составы те самые наполнители то есть целлюлозу перламутр мел блин и так далее так далее то есть вот эти все с основные наполнители так называемые он его размалывают покраски держишь не получается за счет того что ты практически вышпаклевывать что так вот мы полируем но мы берем часть начинаем разного рода уменьшать увеличивать самое количество номер шкурки и мы вышкуриваем до состояния практически зеркальность здесь происходит все в точности наоборот то есть мы первый слой на каждый слой то есть мы все меньше и меньше дважды и дважды и делается это все шпателями которые грань у них абсолютно ровная чем большее количество слоев ты наносишь тем глажей будет находиться она и то есть и ты ее в принципе шкуришь но включая заканчиваем уже венецианкой когда она уже покрывается таким воском что это просто кусок таких позициях и так далее стука венецианом то что мы значит получается что если мы выбираем декоративную отделку это будут именитые бренды как санмарк то вроде бы они процентов будут на 30 дороже чем это хороший качественный покрас и среднестатистические обои если дорогого а сорта там италия ну то есть понимаешь забранные цены на отделочные работы в принципе тут еще мастера надо смотреть есть разные мастера но есть да это раз он есть еще момент что мы тоже так что тоже приблизительно 50 на 50 то есть в равном степени тогда получается что если мы покраску отодвигаем потому что изначально это технологично и дешево и практично то у нас остается в равных пропорциях это либо обои либо декоратив и декоративка плюс ко всему является компромиссом между обоями и покраской потому что это не покраска это не обои это ничего среднего то есть более уже интересно с точки зрения практики ладно нет слов она уже со старта посмотрю ну почти уже да еще сейчас еще с точки зрения ремонтно пригодности потому что очень часто вы уже это ремонтно пригодно именно поэтому я говорю что лестницы большие пролеты то есть где ты ходишь где большой трафик происходит это там где рукой зацепил перстнем не знаю там еще что-то такое тоже у нас было да то есть дети взяли жилопись нанесли все решаемо но в данном случае это спальня то есть опять же мы говорим почему потому что мы имеем здесь анима муди это в принципе версии при этом нанесении она создалась эффект бархатистости то есть такой скажем ну да то есть вот она нубовая то есть она замшевая нубовая то есть рисунок уже отдельный здесь у нас идет занят мы ее меньше всего лапой руками и лезем туда условно да здесь своя техника опять же еще за счет радиуса ну то есть такая идея видео получилось кошмар потому что с алексеем короче не получается вот не получается он слишком все это переживает и превращает фарш но попытка все-таки не бытка она была найти вот компромисс между любителями покраса любителями обоев а видео вообще-то для специально строительного форума ремонт . потому что там такая необычайная дискуссия меня попросили проконсультировать ответить и вы понимаете что слишком много писать а я еще пишу с ошибками проще я надеюсь блин вы посмотрели до конца а тем кто засмотрел до конца большое спасибо если такие видео нужны отпишитесь видео что в комментариях что не нужны если не нужны завязываем мастер-классы то есть будем работать руками они языком а на сегодня все с вами был алексей пименов и владимир мастер-классы